Около 60 населенных пунктов могут оказаться подтопленными во время паводка и в Кустанайск области. Прихода большой воды в регионе ожидают в конце марта. Пик паводка специалисты прогнозируют на первую декаду апреля. К приему талых вод готовы 6 водохранилищ. Сейчас там ведут плановый сброс. Лед на реке Табол еще не тронулся. Здесь до сих пор можно увидеть любителей зимней рыбалки. На юге области массового таяния снега тоже нет. По прогнозам синоптиков до конца марта там продержатся минусовые ночные температуры. Это будет способствовать постепенному вымерзанию снега. К приему воды в регионе готовы 6 водохранилищ. На Верхнетобольском и Каратамарском ведут плановый сброс. Свободные емкости смогут вместить больше воды, чем прогнозируется. На март месяц ожидался объем воды где-то в пределах среднем многолетних. В среднем многолетнем у нас 413-420 миллионов. Мы подготовили свободную емкость 500 миллионов. Так что если в среднем многолетний придет, мы ее принимаем без проблем. В зоне подтопления могут оказаться 59 населенных пунктов области, в их числе и Суриковка. Прошлой весной этот поселок ушел под воду. Скопилось 8 миллионов кубометров воды из трех озер. Ее выкачивали до глубокой осени. Чтобы не допустить подобного, в этом году принят ряд мер. В прошлом году были обустроены там дамбы и вода от водной канал. Мы знаем откуда вода придет и по лагам отчистенности нет. 43 километра трактором прошли до грунта. Будет способствовать уходу от воды по очищенному месту. Из соседней России по прогнозам специалистов придет чуть больше сотни миллионов кубометров воды. Хотя ожидалось в пять раз больше. Часть снега на приграничной территории растаяла еще в начале марта. Тем не менее, мониторинг ведется круглосуточно. Дежурная смена анализирует. И если они видят, что где-то тонко, где-то ситуация ухудшается, естественно, моментально налаживают взаимодействие с Республикой Казахстан. Подписаны все необходимые документы о этом сотрудничестве. В первых числах апреля мобильные отряды чрезвычайной службы начнут взрывные работы. Их проведение запланировано на семи реках региона.